Гриша Но 12 июня в Бельбург приедет самый популярный певец, вы там дома даже худахчете от смеха, российские эстрады. А дальше загадка со своим полным концертным коллективом. То есть, понимаешь, Гриша, мы с тобой огрызки. Ты и я. Впервые, кстати, в Австралии. Лучшие песни. А, так вам не видно. Четыре бухлые в имени. На букву С начинается, на букву С заканчивается. В середине Т. А что касается фамилии, был такой актер, он играл в фильме «Любовь и голуби». Звали его Михайлов, только не Стас. А Стас Михайлов приедет 12 и 14 июня, ребята. И тут я должна сказать «Стас, выходите». Ну, если честно, я таким образом отвечала Грише на его подкол, который случился с ним и со мной в аэропорту, когда мы к вам летели. Он в какой-то момент подбегает к кофру гитарному, открывает его и говорит. Я говорю «Что, Гриша?» А мы всегда прячем гитары, потому что не хотим их сдавать в багаж. «Да, все как авиакомпании, слушайте, пожалуйста. Мы всегда прячем гитары». Я говорю «Гриша, что?» Он говорит «Да тут попросили сыграть». Я повелась. То есть, я была готова в аэропорту ни за что. И вот ты, я на самом деле купилась. Но ты ведь тоже купилась, правда сейчас? Я собиралась вам прочитать грустное стихотворение. Я их читать не буду после этого всего. Прочитаю веселое. Во всяком случае, начинается оно весело. И было написано задолго до того, как Россия выиграла тендер на проведение Олимпиады зимней. Написано было в 2006 году, называется «Хоккей». «Нет, а при чем у меня зрелище?» «Женщина смотрит хоккей». Ну, кстати, тут стоит, конечно, это показать. Гриша, дай, пожалуйста, стоечку. Но я просто вижу, как это происходит. Если хоккей есть женщина, то должна быть вот так. Ну, я уверяю вас. Вот она так сидит. Гринь, Гринь, подожди, не уходи. Вот здесь телевизор. 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 Ну, нет добречения и завидующей.